Представь, что у тебя есть контент-завод, который клепает рилс без твоего участия 24 на 7. Просто кидаешь идею в телегу и через пару минут получаешь готовую видеоролик с твоим аватаром, фоновыми картинками, субтитрами и музыкой. Звучит слишком жестко, но я построил такое в N8N за несколько дней. И сейчас расскажу, как это работает, сколько стоит и как запустить такой процесс у себя. Погнали! Привет! Меня зовут Олег, в обычной жизни я разработчик, но на этом канале я скорее вайбкодер. Пишу различные штуки, пробую AI-инструменты, смотрю, что работает, а что нет. И сегодня расскажу, как я запилил контент-завод на N8N, который клепает рилс на автомате. Что мы сегодня сделаем? Настроим генерацию видео с моим аватаром, прикрутим мой склонированный голос, добавим генерацию фоновых картинок и музыки, завернем все это в N8N. И самое главное, покажу, сколько это все стоит и есть ли смысл вообще заморачиваться. Давайте разбираться. Итак, сердце нашего контент-завода это HeyGen. Это сервис, который умеет генерировать видео с AI-аватарами. Можно отсканировать себя и потом генерировать видосы со своим цифровым клоном. При сканировании важно соблюсти пару правил. Камера должна быть статичная, освещение более-менее равномерное, говорить нужно четко, с паузами между предложениями. И записать минимум 2 минуты материал. Я записал себя в вертикальном формате для рилс. Тут ничего сложного, просто следую инструкциям на сайте HeyGen в разделе создания реалистичного видео-аватара. Мы будем генерировать видео автоматизированно, поэтому смотрим на прайсинг доступа по API. Бесплатный план 10 минут в месяц с водяным знаком для тестов подойдет. И минимальный платный за 99 баксов в месяц за 100 минут генерации. То есть каждая минута генерации где-то 1 доллар. Чтобы начать работать с API, регаешься на HeyGen.com, идешь в Settings, Subscriptions and API, HeyGen API, API Token Copy. Копируешь ключ и вставляешь VN8N в HTTP request ноду. Чтобы узнать ID своего аватара, я вызываю отдельную HTTP request ноду и получаю список своих аватаров. Беру avatar ID и подставляю в запрос генерации. Для него в VN8N workflow я использую запрос на Generate Endpoint вот с такими параметрами. Здесь я прошу генерировать видео с синим фоном, чтобы затем заменить его на картинки. И важный момент, генерация происходит асинхронно, я получаю видео ID, а затем по нему хожу и узнаю статус генерации. То есть получается такой цикл, реализованный через ноду if плюс wait в VN8N. Как я говорил ранее, чтобы склеить все это в один процесс, я использую VN8N. Эта система это такой open source no-code инструмент для автоматизации. Позволяет визуально строить процессы, не зная программирования. Ну почти. Как вообще поднять у себя VN8N? VN8N можно использовать в официальном облаке, для этого нужна платная подписка. Однако, чтобы пользоваться бесплатно, можно поднять N8N у себя локально или на сервере. Сейчас покажу, как это сделать. Установи докер, выполни этот скрипт, а затем перейди по адресу localhost 5678 в браузере. Создай аккаунт и пользуйся бесплатно. Полный скрипт для поднятия N8N локально смотри в описании видео. Единственный нюанс N8N поднятого локально, это то, что он не может использовать сетевые вебхук штуки типа телеграм-триггеров на сообщения. Поэтому я раскатил его у себя на сервере аналогичным образом, чтобы использовать все возможные функции. Как работает workflow? N8N состоит из блоков, которые соединены в цепочке. Каждая нода либо триггерит начало запуска процесса, либо продолжает его, принимая на вход результат выполнения предыдущей ноды. У меня главный триггер тут это сообщение в телеграм, так как я хочу давать задание на генерацию с помощью сообщения в телеге. Для этого нужен телеграм-бот токен, который можно получить в Botfather при создании бота. Я проверяю, что сообщение именно от меня по UserID, чтобы никто другой не использовал моего бота. Узнать свой ID можно, отправив сообщение боту GetUserID. Минутка спонсорской интеграции. Многие нейронки из моего видео доступны на сайте Syntex.ai. На нем можно легко потестить и распробовать кучу различных текстовых, фото и видеомоделей. GPT, CLO, Gemini, Sora, Midjourney, Kling, Veo и многие другие. Оплатить можно почти чем угодно. Криптой, СБП, российской или иностранной картой. Что достаточно удобно. Не нужно брать тысячу разных подписок, подрубать VPN и разбираться с оплатой на иностранных сайтах. Для примера я хочу сравнить различные тексты и имидж моделей, доступные на сайте. Хочу посмотреть, какие из них лучше всего подойдут для описания криповых видео с описанием объектов типа SCP. Я подготовил такой промпт. VHS Found Footage, Analog Horror и так далее. В качестве локации у меня здесь ресторан Макдональдса. Зайдем в раздел Design, выберем модель Imogen 4 Ultra. Введем промпт. Неплохо. Попробуем сгенерить то же самое на модели Flux Context Max. Прикольно. Мне тут скорее заходит результат модели Flux. Он такой более мутный, тусклый, как мне и нужно. Давайте еще сделаем видос из этой картинки с помощью VL3. Подгружаю картинку, выбираю модель в промпте, что-то типа прогулочки. Запускаю. Готово. Выглядит прикольно. Такие странные звуки. Модель реально интересная. Чтобы использовать эти и еще десятки других нейронок, переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Попробуй сегодня. Возвращаемся к видео. И затем запускается большая цепочка нод, которые создают итоговое видео. Посмотрим на них поближе. Сначала по инструкциям пользователя генерится заголовок из сценарий. Я использую ноду OpenAI, в которой прописал адрес OpenRouter, в котором заранее создал API-ключ. OpenRouter – это агрегатор текстовых нейронок, в котором можно использовать модели не только от OpenAI, но и другие версии от конкурентов типа Gemini и Cloud. В своем процессе я использую модель Gemini. И затем сценарий кормится в хайген, где генерируется видео с речью аватара. И, кстати, в этом запросе также указывается Voice ID, который позволяет выбрать правильный голос для моего аватара. Его я подключаю из внешнего сервиса. Чтобы голос звучал более естественно, я использую Eleven Labs Professional Voice. Эта фича позволяет клонировать голос на более-менее приемлемом уровне. Как я клонировал голос? Я купил подписку на Eleven Labs за 11 долларов на первый месяц, дальше будет 22. Скачал аудио своего голоса из предыдущих двух видео на YouTube, что по длине составило где-то 1 час. Загрузил в Eleven Labs, нажав Voices, Create a Clone Voice, Professional Voice Clone. Подождал, пока обучение модели закончится, в течение пары часов. Затем я взял API-ключ, кликнув на мое имя снизу, API-keys, Create API-key. Приконнектил Eleven Labs к хайген. Я зашел в AI-voice, Integrate Third-Party Voice, Import Voice, Eleven Labs и ввел API-key, который скопировал оттуда. Затем я получил Voice ID через отдельную N8N ноду и подставил этот ID в ноду для подготовки запроса на генерацию видео. Самый главный нюанс качественного клонирования голоса с помощью Eleven Labs – это использование Eleven Labs Multilingual V2 вместо V3, которое генерирует интересные, но, увы, не похожие на мой голос аудио. Вот примеры V2 и V3 сгенерированных голосов. Представьте город, где умирать незаконно. представьте город где умирать незаконно представьте город где умирать незаконно и если обучать голос не через professional voice клоун то результат может показаться недостаточно естественным и немного роботизированным в n8n я также использовал его лап для транскрибации аудио с к молевой звук видео и понимаю тайминги слов по этим таймингам понимаю что уместно сейчас показать как задний фон а также на основе транскрибации делаю субтитр после того как мы получили видео с говорящим аватаром самое время приступить к созданию заднего фона это сделает видео динамичнее и интереснее и анализирую транскрипцию видео через л.л.м. и генерирую промпты для изображений для каждого кусочка текста и тут я применил небольшой хак для параллельной генерации изображений обычным в n8n массивы данных обрабатываются по очереди что при генерации картинок может быть очень долгим поэтому я создал отдельный веб хук процесс в n8n который генерирует одну картинку а затем вызов этого в хука поставил в виде что теперь квеста в основном процессе так как htp-реквесты в процессе выполняются параллельно по умолчанию в качестве модели для генерации картинок использовал open ai gpt-image 1 каждая картинка имеет случайное имя сохраняется на диск затем я создаю специальный файл для ffmpeg который указывает какую картинку показывать в какое время основываясь на временных метках от 11 labs и теперь самое интересное склейка всех элементов финальное видео у меня есть видео с аватаром на синем фоне набор картинок с таймингами по которым они должны показываться а также транскрипция видео которое можно использовать для субтитров для склейки элементов в один видос я использовал утилиту ffmpeg это консольный инструмент который можно вызывать в любом терминале но его не было по умолчанию в n8 n поэтому пришлось закастомить докер образ чтобы он появился внутри я добавил в него вот эту строчку ран а пока отдых вот финальный докер файл рендеринг происходит в несколько этапов сначала картинки склеиваются в один бэкграунд видос затем синий цвет на видео с аватаром заменяется на это видео на этом этапе результат уже выглядит хорошо но можем улучшить его добавив субтитры на основе данных транскрипция от 11 labs я создаю ассортив файл субтитров затем рендерю из него простые титры с помощью ffmpeg получаем вот такой результат что если я скажу что сахара была зеленой да да это правда всего шесть тысяч лет назад на месте этих бескрайних песков были саванны и реки и огромные озера там жили жирафы бегемоты и даже люди которые оставили нам удивительные наскальные рисунки но из-за небольшого изменения наклона земной оси климат стал суше и цветущий край превратился в пустыню и финальный аккорд это фоновая музыка для уникальности я решил генерировать ее с помощью сервиса you do я использую его через api через пай api процесс выглядит вот так нейронка анализирует готовый сценарий и предлагает промп для саундтрека отправляется запрос на генерацию музыки затем проверяется статус задачи на генерацию в цикле пока саундтрек не будет готов и затем музыка микшируется с видео громкость музыки я понижаю на минус 25 децибел чтобы она не перебивала речь и вот такой результат мы получаем почему файлы качаются быстрее когда их качают все обычно ты берешь файл с одного сервера и если все туда ринутся скорость упадет но с торрентами все иначе файл разбит на тысячи мелких кусочков и ты качаешь их не из одного места а у всех сразу каждый кто качает одновременно и раздает те части что уже есть у него так что чем больше людей в деле тем больше источников и выше скорость для каждого командная работа и на каждом этапе я отправляю сообщение в telegram чтобы отслеживать процесс таким образом я всегда знаю на каком этапе находится генерация и пойму если что-то пошло не так и давайте посчитаем реальную стоимость одного и минутного видоса и ген 1 доллар за минуту генерации по api gpt генерации изображений где-то 0 5 долларов за 5 7 картинок видео музыка это 5 центов за трек ллм запросы дешевле всех поэтому округлим их до 10 центов за все вызовы в процессе и лаван лап за 22 доллара в месяц которого хватит с головой и получаем примерно 187 баксов за 100 видео по одной минуте в месяц не очень понятно будет ли такая сумма окупаться какой-то монетизации буду проверять на практике позже но для экспериментов с и ай это довольно интересная штука плюс эту систему можно значительно прокачать добавив источники идей более хитрые валидации готовых сценариев улучшив визуальные эффекты также можно пробовать работать с несуществующими персонажами используя толкин фото в хиген например здесь я сгенерировал персонажа и заставил ее говорить в видео главный скил кодера в двадцать четвертом году не новый язык и не нейросети это гид представь себе машину времени для твоего кода если хотите протестить этот флоу у себя в описании лежит джейсон моей n8n схемы которые можно легко импортировать и использовать инструкция прилагается в общем такой контент завод реально прикольная штука он позволяет генерировать огромное количество видосов почти не требуя никаких усилий со стороны человека можно делать огромные сетки каналов если такой контент окажется выгодным боюсь представить во что превратится интернет с развитием таких технологий аватаров и генерации видео и интересно что такие автоматизации можно делать почти не сна и программирование используя ноу код решения типа n8n но нужно помнить что волшебства здесь пока не каждый этап процесса нужно продумывать выстраивая архитектуру вручную но я уверен что технологии и ой и ноу кода будут еще быстрее развиваться позволяет делать еще более чудесные штуки так что подписывайтесь здесь я буду обозревать инструменты и технологии проекты и автоматизации показывать то что сработало у меня а также заходите мой телеграм-канал там я чаще пишу свои мысли рассказываю про свой опыт и эксперименты делюсь результатами ссылка в описании и если вам нужно что-то автоматизировать прикрутить эй-ай или сделать какую-то сложную штуку пишите мне волос в телеге проконсультирую подскажу на этом у меня все увидимся